Продолжаем чтение книги правителей России под редакцию Кулюгина. Великий князь Ярополк III Ростиславич. Год управления 1175-й. После смерти Боголюбского оставался в живых единственный сын его Юрий. Княжевший в Новгороде. Но не он стал великим князем. Жители Ростов и Суздали, недовольные Андреем, за его предпочтение к городу Владимиру. Перед их старыми именитыми городами позвали к себе Ярополка и Мстислава, сыновей старшего брата Боголюбского Ростислава Юрьевича. А жители Владимира позвали к себе князя Михаила Юрьевича. Одного из меньших братьев Боголюбского. Некогда изгнанного им вместе с другими в Византию. Но не успел Михаил въехать во Владимирские ворота, как началась между Собицей и Ярополком Мстислав, вступив в сговор с жителями Ростова, Суздали, Мурома, Рязани и Переславля-Залесского, осадили Владимир. Семь недель старили владимирцы за Михаила, но, видя обреченность положения, попросили его удалиться из города. Вы правы, сказал Михаил, не погибать же вам для меня. Ярополк был объявлен князем Владимирским, а Мстислав Ростовским и Суздальским. Но их правление было недолгим. Не имея опыта государственного правления, они невольно подпали под влияние своих бояр, а также князя Глеба, Рязанского зятя Ярополка. Порядок и дисциплина расстроились, и нажива стала основной целью и правителей, и их вельмож. К примеру, Ярополк не только присвоил себе церковную казну и утварь Успенского собора, но и решился отдать икону Владимирской Божьей Матери Глебу Рязанскому. Недовольные граждане Владимира тайно позвали на престол Михаила Юрьевича. Ты внук Мономаха и старший из князей его рода. Иди на престол Боголюбского, а ежели Ростов и Суздаль не захотят тебя, мы на все готовы, с Божьей помощью никому не уступим. Ярополка и Мстислав пытались помешать Михаилу, но тот выиграл битву с ними, и с торжеством въехал Владимир. Вскоре прибыли к нему послы Суздаля и Ростова просить княжесть и у них. Так Михаил Юрьевич наследовал великое княжество Андрея Боголюбского, а город Владимир снова сделался столицей княжества. Если Бог, тогда завтра будем продолжать.